Друзья, я благодарю Бога, что Он благословил нас до сели. Слава нашему Господу! Я радуюсь, что вы с нами. Я радуюсь тому, что Господь говорил к нашим сердцам. И очень надеюсь, что мы укрепляемся через это Слово Божьего. Это сегодня очень необходимо, что-то такое, знаете, надежное. Потому что весь мир сегодня содрогнулся от ненадежности. Люди очень часто цитировали, мы люди 21-го века. Свобода. Демократия. Демократия. Личные решения. ПРСЁНИХ ЭТСЦИИНГИН. ПРИОРИТЕТ НА ДЛИЧНОСТЮ. ПРИОРИТЕТ НА ДЛИЧНОСТЮ. НЕ СУЩИСТВУЕТ. ЭксистИРТ НИЧ. ЛИЧНОСТЬ НЕ ПРИКОСНОВЕННО. ДИ УНТАСТБАКЬ ДЕ ПСЁНИХ КАЙТА ПРСЁНИХ КАЙТА ПРСЁНИХ КАЙТА ВОЛЯ. И ГОНТАСТБАКЬ КАЙТА ПРСЁНИХ КАЙТАan СЕКИ. ВДРУГ ВСЬМУ МИРУ. ДИ ГАНСЕ ВЕЛТЕ ПРСЁНИХ КАЙТА СИДЕТЗИТЬ ДОМУ. БЕЗУСЛОВНО В РАЗНЫХ СТРАНАХ РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ. НТЮЛИЙ В ВЕСЬИДЕНЛЯНЫ ХИБТА СИБАЛИ. НО В ПРАЦИВЕ ВЕСЬ МИР. содрогнулся от того, что есть власть, которая не советуется с тобой, не предлагает тебе никаких вариантов и битет тебе keinerlei варианты и никакой демократии. Конкретно и ясно. Вот наша воля, и вы ее исполняете. И очень много информации людей в средствах массовой информации что мы не согласны. Мы не согласны с тем, что права человека попираются. Что за нас кто-то решает. Буквально перед этими событиями у нас здесь в Германии очень активно проходили дискуссии. Можно ли людям с медицинской точки зрения помогать, закончить свою жизнь. Безискуссия была большая. Это была большая. Приводились ряд примеров. И очень многие люди склонны были к тому, что пациенту нужно дать право, что он должен жить. Я это хочу так прямо высказать. Я это хочу так прямо высказать. Оно Дипломатии. Он имеет право над своей жизнью. Он может сказать, я больше жить не хочу. И медицина должна соответственно ему помочь. И медицин может ему соответственно ему помочь, закончить свою жизнь. Сей-либо он управляет свою жизнь. Д.h. он ленит его жизнь. Если сегодня кто-то хочет управлять своей жизнью и не боится заразиться инфекцией и хочет просто умереть и просто умереть то его принудительно заставят быть на карантине. И мы это все понимаем. Почему я это говорю? Я не хочу вас вызвать какое-то возмущение. Нет. Я хочу, чтобы каждый из нас понял, что есть воля, который выше нашей воли, который выше нашей воли. И только тогда, когда мы это понимаем, тогда мы можем принять решение, но тогда мы можем принять решение, под властью какой воли мы хотим жить. Но совсем жить, как хочу. Мне хочется сказать всем, такого не будет. Это будет не быть. Однозначно. Есть воля Божья, который предлагает свои варианты, но мы с вами уже напомнили, и ваш дух и душа и тело, то есть полный контроль. Есть и другой господин. Библия об этом прямо говорит. Это не какая-то тайна. Это не какое-то возмущение. Это не какое-то возмущение. Сказано о том, что все люди будут иметь начертания. И без этого начертания сегодня в медиа просто говорят, в открытую. Сегодня в медиа просто говорят, в открытую. Невозможно будет передвижение. Вет это не возможно, себя на другой площадь. Какие-то перелеты. Игентлья флёга. Библия говорит, не купить, не продать. И это не новость. И когда это стало потихоньку осуществляться, люди пришли в Панику. То, что мы сегодня видим. То, о чем брат до меня говорил. Что будет завтра. Что будет завтра. Ты решай сегодня. Ты сегодня должен решить, ты сегодня должен согласиться, что я должен быть под контролем. Я должен быть под контролем. Вопрос, почему? И когда я читаю Слово Божье, я вижу, что если я уже под одним начертанием, что если я уже под одним начертанием, другое начертание надо мной не имеет власти. И это однозначно. Это до меня брат сейчас показал. Когда было желание людей, или уверенность в Боге, никакие другие законы не действовали. Огонь не действовал. Это не было. А внутри этих юношей и внутренних и этих юношей и этих юношей знай, царь. Они сказали, и это ты знаешь, о Кюниг. Если он нас не спасет, если он нас не спасет, если нам должно идти к нему, если нам должно идти к нему, мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Но золотому истукану не поклоняйтесь. Вот это определение. Я бы хотел, чтобы каждый из нас произвел в своем сердце. И просто знал, что так будет. Кто кем победен? Деряне, который от кого-то победил, тот тому и раб. Господь Иисус, в том, что я бы сказал, и милость Его, он предлагает все варианты, и объясняет, какой вариант куда приведет. И объясняет, какой вариант куда приведет. Но принимать должен ты. Но принимать должен ты. И вот тут наша проблема. И вот тут наша проблема. Проблема нас, верующих. Das Problem, в нас, верующих. Жить вечно мы хотим. Мы хотим жить красиво. Мы хотим жить современно. Мы хотим жить современно. Но чтобы действительно исполнить всю волю Божью, но тут мы себе оставляем право. Да, мы хотим жить право. Реумим, что-то да. Да, за одним скажем мы, а что-то нет. И за другим скажем мы, Вы знаете, этот мир точно так живет. Вы знаете, эта мире, она живет точно так. На что-то да. За что-то да. А теперь, когда им предложили что-то другое, они стали говорить нет. Но так не будет. Но так не будет. Сама идея полная, полная отдача служения, это желание Господа. А дьявол все только повторяет. Поэтому я бы хотел сегодня сконцентрироваться на нас, на христианах. Давайте мы обратим внимание, мы во всем полностью отдались Господу. Наш дух, наша душа, unsere Seele и наше тело и наше тело. Очень часто мы как христиане говорим, ganz oft sagen wir als Христиан, духом, халлилуйя, мы отдаемся Господу. Им Геистос sagen wir, халлилуйя, мы отдаемся Господу. Душой, то есть жизнью нашей. И мы очень часто еще заигрываем с миром. Ная, мы флиртем ganz oft noch с миром. В теле нашем. И мы современные, мы модные, мы очень часто вообще не отделяемся от мира. И это мы можем объяснять. И мы умеем это объяснять. И мы говорим, Бог с этим согласен. Его это даже не интересует. Его не интересует, во что мы одеты. Его не интересует наша жизнь, наше питание, что мы кушаем, его не интересует. И наша Ernährung интересует überhaupt не. Главное в духе, халлилуйя. Вichtig ist, что мы им Геистос халлилуйя ровем. Так ли это? И я хочу, чтобы мы вместе заглянули в Писание. Есть такие интересные места Писания, которые я как-то периодически несколько раз слышал, и я стал думать, какие провокационные места. Можно веровать, можно быть спасенным, и можно делать, что попало. То есть это никого не интересует. Смотрите, читаю. Римлянам, третья глава, двадцатый стих. Римлянам 3, ферс 20. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Делами закона не оправдается никакая плоть. Я попробую чуть-чуть интерпретацию. Делаешь дела закона, или не делаешь дела закона. Это вообще никакой роли не играет. Делай, что хочешь. Мах, что хочешь. Ты спасаешься посредством благодати. Ты вишься только через гнаде реттет. Смотрите, другое место. Павел Галатам 2,16. Павел Галатам 2,16. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы уверовали в Него. «Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Павел говорит, Павел говорит, узнав, что человек не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, что человек не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы в Него уверовали, чтобы оправдываться верою во Христе, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Опять место. Павел знал закон, и вдруг узнал, что от дел закона он оправдан не будет. Он будет оправдан только через веру в Иисуса Христа. Он принимает веру в Иисуса Христа, говорит дальше, потому что «Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть, и все он спасен». И все он спасен. И все он спасен. А дела закона или дела против закона или дела против закона они роли не играют. Они уже спасен. Ты уже спасен. Вам эта мысль приемлема. Вы знаете, апостол Павел говорит к Ефесянам еще одно место интересное. Вторая глава, читаю 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, ибо сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». «Ибо мы его творения, созданные во Христе Иисусе, созданные на добрые дела, которые Бог предназначил нам делать». «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел». Какая прекрасная идея. Какая прекрасная идея. Оказывается, полного контроля Божьего над нами не должно быть. «Ибо благодатью» не должно быть. Просто надо поверить в Иисуса Христа. «И ты спасен». «И ты спасен». «Делай, что хочешь». «Мах, что хочешь». Может быть, мои слова звучат немножко иронически. «Может быть, мои слова звучат немножко иронически». «Но давайте мы на самом деле посмотрим в жизнь христиан». «Попробуйте человека, который верит в Иисуса Христа, назвать неверующим». «Неннт mal einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt, неннт ihn mal «ungläubig». «Он очень обидится». «Он христианин». «Он христианин». «Поэтому из этой перспективы», «я бы хотел их как христиан всех рассмотреть», «выдь их diese Menschen als Christen betrachten wollen». «И прежде всего себя лично». «И определиться». «Удь mich einfach festlegen». «Правда, что я полностью принадлежу Христу». «Что Он меня искупил и вы уже не свои». «Вы куплены дорогою кровью Господа Иисуса Христа». «И посему прославляйте его и в телах ваших, и в душах». «Или я поверил в Иисуса Христа». «Ода, я обидел в Иисуса Христа». «Ну а дальше Демократия». «И ферна folgt демократия». «Что-то мне нравится». «Иргент вас gefällt мне». «Что-то мне не нравится». «Иргент вас gefällt мне nicht». «Что-то я делаю». «Иргент вас тую ich». «Что-то я не делаю». «И когда я не делаю, и если я не делаю, я под благодатью». «Это дело закона». «До с ним я не спасаюсь». «Ими я не спасаюсь». «Я хочу, чтобы мы с вами еще посмотрели». «И я хочу, чтобы мы с вами еще посмотрели». «Если я не делаю дело закона, а нарушаю закон». «Вен я aber die Werки des Gesetzes не тую, sondern sie breche», «до с ним я не спасусь». «Я буду я dadurch не реттет werden». «А буду я через это осужден». «Абер я dadurch verurteilt» «Вот это мы с вами еще раз смотрим». «Во знаете, в судебном процессе есть факты, как бы оправдывающие действия, die die Tat quasi милдан». «А есть факты», «котрые отягчающие обстоятельства». «Апостол Павел говорит, делами закона ты не спасаешься». «Я согласен». «Но нарушениями закона» «попаду ли я на суд». «И должен ли я потом отвечать». «И должен ли я потом отвечать». «Сегодня живя во время коронавируса» «Мы все понимаем, конечно». «Verstehen wir natürlich, selbstverständlich». «Нам очень хочется всем собранием собраться». «Но мы знаем, что это наказуемо». «Абер мы знаем, что этого делать нельзя». «Нам это не нравится». «Но мы это делаем». «Абер мы это делаем». «И что интересно, мы нашему мэру города, мы не предъявляем счет, заплатим за это». «За то, что мы соблюдаем правила временного коронавируса». «Дафю, dass wir jetzt quasi die Bestimmungen für die Zeit des Коронавируса erfüllen». «Мы понимаем, что это вполне естественно». «Мы понимаем, что мы за это Бонус не получим». «Мы понимаем, что нам никто за это ничего не даст». «Но соблюдая их», «Абер мы erfüllen diese Bestimmungen». «Правила Hygiene и неконтакта близкого». «И благодаря только Господу». «Мы знаем, что мы предостерегаем себя от болезней». «Нарушая же эти правила, мы знаем, что мы будем платить очень большой штраф». «Мы wissen, что мы будем платить очень большой штраф». «Дут все понятно». «Давайте в нашу духовную жизнь». «Ласш uns aber unser geистliches Leben betrachten». «Смотрите, христиане». «Бог очень просто». «Гот sagt ganz einfach». «В десяти словах выразил свою волю». «Как мы к этому относимся». «Первая заповедь». «Я Господь, Бог твой». «Я не буду все дословно цитировать, все это признают». «Я верно». Следующая заповедь. «Не делай себе никакого кумира, никакого изображения, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли». «Христиане делают это». «Да». «Очень большое количество, очень». «Я бы сказал, наверное, подавляющее большинство. Как это объяснить? Очень просто. С одной стороны, как брат до меня говорил, какими глазами посмотришь? «Глазами Бога не делай и не поклоняйся и не служи». «Глазами человека делающим это только напоминание». «Ах, это есть eine Erinnerung». «И мы глядя на это, вспоминаем Бога». «Денки мы ан Гот». «И аргументация». «Когда мы принимаем святое причастие, хлеб и вино». «Оно же тоже нам напоминает». «Das erinnert нас doch auch». «Вот поэтому мы это делаем». «И это неповиновение Богу». «Но логическое объяснение». «Но логическое объяснение». «Возьмем другую заповедь». «Нем интерпретирует это не так». «Это для евреев». «Это для того облака свидетелей, которые ждут нас». «Это нас не касается». «Das geht uns gar nichts an». «Приняли первый день недели». «Как святой день». «Хотя это постановление человеческое». «Обволь das eine menschliche Bestimmung war». «Не божественная». «Нicht die göttliche». «И Господь нигде не отменял эту заповедь». «Но люди так приняли». «И объясняют». «Но erklären». «Но weil Jesus Christus am ersten Tag der Woche auch verstanden ist». «Мы считаем этот день святым». «We halten wir diesen Tag als den heiligen Tag». «Но хочу сказать». «Aber ich möchte sagen». «Jesus Christus ist zuerst mal gestorben «und eben durch seinen Tod hat er den jenigen, der die Gewalt über den Tod hatte entmachtet». «Aber er ist doch nicht am Sonntag gestorben». «Er hat nämlich den Jägen der die Gewalt über den Tod hatte am Tage seines Todes entmachtet». «No это же не Argumentация». «Нет и все». «Nein und fertig alles». «Возьмите другую заповедь». «Не пожелай ничего что у ближнего твоего». «Насколько это успешно выполняется». «Wie erfolgreich wird dieses Gebot gehalten?» «Es gibt auch dafür eine Erklärung». «Das hat mir gefallen». «Das ist aktuell». «Das ist zeitgenössisch». «U das will ich». «Ich will другую заповедь». «Почитай отца и мать». «Сколько родителей в печали видят, что их родители не слушают». «Wie viele Eltern sind darüber betrüг, dass deren Kinder auf sie nicht hören». «Что для детей самая большая проблема в отношении с родителями». «Родители хотят их воспитывать в христианском духе». «Вернусь к тому слову», «хотят иметь над ними контроль». «А дети этому самое больше противятся». «Хотя эта заповедь имеет обетование и обволь dieses Gebot eine Verheißung hat, они, невзирая ни на что, бывают непокорны своим родителям и нарушают волю Божью и верят, что делами закона не спасется никакая плоть». «Братья и сестры, куда же деят наши дела все-таки? Liebe Geschwister, wohin mit unseren Leibern? наши дела они переполняют нас. Мы каждый день, каждое мгновение что-то делаем. Мы уже прочли с вами Павла, Кримленам, Галатам, Кефесянам, цитируют Рома, Эфеса и Галатта, что делами не спасется никакая плоть». Но обратите внимание, противоречит ли Павел сам себе или нет? Видаспрет sich апостол Павел себя или нет? Кефесянам в пятой главе одиннадцатый стих он говорит такие слова. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо то, о чем они делают тайно, стыдно и говорить». «Но он говорит, вроде бы, «зуэст sagt он ангиблих, дела роли не играют, в твоем призвании, а когда ты призван, то ты должен делать дела света, а дела, которые ты делаешь в тайне, о них стыдно даже говорить». «Давайте мы вот здесь обратим внимание, что Павел вообще имел в виду? слава Божия говорит, ибо все согрешили и лишены славы Божией». «Ден это Wort Гот говорит, что все согрешили и лишены славы Божией». «Давайте греха, сделан грех греха рождает смерть, стал быть каждый человек достоин смерти. Но Бог по любви своей хотел, чтобы люди жили. И усмотрел план спасения во Христе. И Павел говорит, что через дела закона не оправдывается. Но я задаю вопрос, а осуждается ли? Безусловно. В том-то и проблема. Христос прямо говорит. Нездоровые имеют нужду во враче. Но больные. Христос не пришел спасать праведников. Но так как все согрешили, он пришел для всех. И теперь независимо от дел. И это не зависимо от дел. Ты в жизни согрешил всего раз. Ты в жизни согрешил всего раз. Вот он согрешил два раза. И он согрешил два раза. Вот тот 22 раза. И он был 22 раз. А кто-то жил постоянно во грехах. И человек был всегда в Сюнде. Но теперь, Павел говорит, независимо от дел закона, sagt апостол Павел, унабhängig von den werken des Gesetzes приходит благодать. И он прощает всех одинаково. И он прощает всех одинаково. Тебя который раз согрешил. Тебя который два раз. который четыре раз. И всю жизнь грешил. И он прощает всех одинаково. Независимо от дел закона. Унабhängig von den werken des Gesetzes. И теперь он дает тебе закон. И теперь он дает тебе закон. Да, да, я не оговорился. Я, 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 я не оговорился. Дает тебе закон. Он дает тебе закон. Он дает тебе закон. Мы только что читали. Wir haben geradezu eben gelesen. Ибо законом познается грех. Это закон, не что иное. Как Шаблон. Как Мерка. Как Зеркало. Где ты померил и говоришь, о, я виноват. Что делать? Идешь ко Христу. И просишь прощения. И он тебя прощает. Увидел Грех. И не идешь ко Христу. И не каешься. И придет Христос. Скажи мне, ты будешь спасен? Веришься, что ты верил в Него. Наряду с тем, что у тебя был Дар Пророчество. Наряду с тем, что Христос твои жизни чудеса творил. Наряду с тем, что он учил тебя. Обволь он тебя belehrт. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Задумайся. Мах тебе да Gedanken дорого. В Матвея, в 7 главе. В Матвея, в 7 главе. Христос лично. Спричит Христос лично. Он беспокоит о нас с вами, о христианах. Он предупредил нас. Он предупредил нас. Он предупредил нас. делающие беззаконие. Я очень тебя прошу, мой друг, вот этот добрый Иисус, вот этот страдалец, который взял на себя грехи всего мира, именно тот, который не через дела закона, много или мало, большие или малые грехи тебя простил, он вдруг скажет, отойди от меня, ты делал беззаконие. Ты сам на свой опыт определял, что мне надо, а что мне не надо. Это мне не надо. Это надо. Это буду. Это не буду. И это не буду. Не боишься ли ты, что, глядя вот на эти примеры, которые мы видим, так делали многие, что в дни Иисуса Христа люди приходили в Храм Божий и говорили, мы спасены и говорили, мы спасены для того, чтобы опять делать беззаконие, мы сегодня с тобой спасены. независимо от дел закона. Независимо от дел закона. Кто-то жил довольно порядочной, скромной жизнью. кто-то вел разбойный образ жизни. Но независимо от того, но независимо от того, сколько он награбил, сколько он убил, сколько он убил, ты можешь с этим согласиться. Знаете, друзья, когда такие контрастные примеры, мы очень трезво все судим, но когда мы видим, миллионы христиан поклоняются идолам, мы говорим, это их вера. Они так верят. И то, что они думали, мы видим, миллиарды христиан, которые нарушают день суббота. Ну, мы говорим, вера, вы говорите, да, мы видим, миллионы христиан, которые живут, не отличаясь от этого мира, Их душа и тела они принадлежат полностью этому миру. Но они восклицают «Hаллилуйя». Они верят в Господа Иисуса. И считают, что они спасены. Я это не опровергаю. Я тю тем не поверю. Нет. Но, хочу сказать, будет праведный суд. И вот там дела беззакония всплывут. И там эти дела беззакония будут очень неудобными. И когда они всплывут, вся эта надежда рассеется, как утренний туман. Это слова Иисуса. Смотрите, я читаю, Иоанн пишет, Иоанн пишет откровение. Это ему показал откровение. Я верю, что все христиане так понимают, что ему явился Христос и дал откровение. И вот в этом откровении Христос говорит Иоанну такие слова. Откровение, 20 глава, 13 стих. Даже возьму с 11 стиха. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, и от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами их. Иоанн видит великий белый престол, и видит сидящего на нем, и видит раскрытые книги, и согласно написанному, и entsprechend идет суд, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы, по написанному в книгах, сообразно с делами своими, на их работе. Друзья, не согласно вере своей, не согласно их интерпретации, а согласно их дел, вы в праве спросить. Так что вера ничего не значит? Нет, она значит. Но не та вера, которую мы себе представляем. Как мы себе представляем? Я верю, верю, верю. И все? Это ничего. Апостол Яков говорит, вера без дел, мертва. Это ничто. Значит, во дне Якова, это проблема была, люди верили без дел. И Яков им говорит, и без веры ты трепещу. И демоны glauben auch, и зиттерн. Толку с такой верой. Но что это за Синт, для этого? Когда вера расходится с делами, вы меня простите, конечно. Но Яков говорит, это вера бесовская. Мне очень бы хотелось, чтобы мы поняли, наряду с тем, что мы называемся христиане, что мы признаем Иисуса Христа, пришедшего во плоти, который спас нас не по делам праведности, запечатлел нас обитованным святым Духом, который нас mit dem verheißenen Heiligen Geist versигелит. Павел прямо говорит, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление веры. Вы получили Духа или через наставление веры. И мы отвечаем через наставление веры. И мы отвечаем через наставление веры. Все это, это первый шаг. Ты только на старт стал. И теперь ты должен делать дела правды. Я бы хотел, чтобы Господь благословил каждого из нас, дал нам это понять. Это проблема сегодняшних христиан. И нас с вами. И также мы принимаем, что-то мы исполняем, что-то мы исполняем, что-то мы исполняем, что-то мы очень бережно это храним и мы держим из-за этого готова дать жизнь. Мы не за что не согласны принять начертания. Мы не за что не согласны, это Зайхнение с Духом. Но к сожалению, очень многие начертания носим на себе. Да даст нам Господь Милость. Моги Де Хрер Бармен с нами стать полностью, что-то мы полностью наш Дух, что-то мы Душа и Тело, что-то мы были под контролем нашего Господа. Чтобы мы в Духе соединялись с Господом. Чтобы мы душой, жизнью нашей жили с Господом. Чтобы мы в телах наших прославляли Господа. И чтобы через все это был возвеличен Господь Иисус. Друзья, еще очень много мест священного Писания, которые говорят нам, что мы призваны, быть светом. и что-то и что-то и что-то и что-то скажите мне, пожалуйста, если я с Кафедры стою и объясняюсь вам в любви, что я вас очень люблю, но при том ничего вам доброго не сделаю, вы поверите в мою любовь, вы поверите в мою любовь? Кто-то может сказать да, но Христос говорит другое. Если ты говоришь ближнему своему, если ты говоришь ближнему своему, иди с миром, грейся и питайся, но не дашь ему потребного, все это пустое. Друзья, наши дела, они очень важны. Они очень важны. Как раз наши дела, они очень многих из нас беспокоят, и они многие из нас беспокоят, именно наши дела, они очень часто не дают поднять нам глаза к небу. Павел говорил к Ефесянам то, что они делают тайно, вот как раз это тайное, оно навеивает страх в христианах. Что будет? Куда придет все? Вовремя будет это все? Я хочу, чтобы ты был спокойным. И дам тебе совет. Я сам этим пользуюсь. И я пользуюсь постоянно этим. Только потому, что еще не совершенны. Слово Божье говорит так. Если сердце ваше осуждает вас, тем падше Бог, он любит, ты в него веришь, ты много стараешься делать, ты надеешься, но если сердце твое тебя осуждает, тебя осуждает Бог. Как тебе освободиться от этого? Как тебе прийти к той мечте, быть свободным? Как тебе прийти к той мечте, быть свободным? У немцев есть такое выражение, они говорят яйн, да и нет. Мы, Деучки, мы имеем den Ausдруг яйн. Так вот, я хочу сказать, это очень просто. И deshalb möchte я сказать, это очень просто, но вместе с тем очень сложно. Евангелист Иоанн в первом своем послании в первой главе с 9. стиха говорит следующее. Если мы, Иоанн себя не исключал, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам. И вот этого очень многим христианам сегодня не хватает. Именно поэтому, что есть осуждение в совести, именно поэтому, что есть тайные дела, которых стыдно говорить, у христиан есть страх в душе. Приближается начертание, а они еще не запечатлены. У них еще нет полной свободы. Они еще нет полной свободы. Жизнь для меня, Христос, а смерть приобретение и у очень многих. А смерть? Не знаю. Поэтому я хочу, братья и сестры, чтобы Господь нас благословил, в это хорошее время, еще раз переосмыслить свою жизнь, еще раз проверить свои дела. Делами ты не спасешься, но от греховных дел погибнешь, и поэтому я хочу, чтобы мы были спасены. Поэтому я хочу открыть тебе этот секрет, о котором сказал Иоанн, исповедуйся. Ты хочешь спросить, как? У нас время исходит, но я коротко скажу. Так, как это сделал Господь Иисус, как Он научил нас, как Он написал в Священном Писании. Я знаю, что очень многие люди исповедуются Господу. Боже, тебе, тебе единому согрешил я. Ты хочешь сказать, что Он этого не знал? И ты хочешь сказать, что он не знал? Я приведу маленький пример. Я хочу сказать, что он не знал, Давид, царь, пророк, близкий к Богу человек, один готснах стоянный человек, согрешил, согрешил тайно, и он был очень красиво скрыл, и он был очень красиво скрыл, даже оказал великую милость, великую честь, он даже со своей Гнаде взял его вдову себе в жену, чтобы она не осталась вдовой, и он даже свою Витву geheиратит, на которой он не витву остался. Вау, какой подвиг. Вау, что за что Все красиво. Все красиво. Но приходит Пророк и говорит, но приходит и говорит, ты сделал тайно, ты сделал тайно, а я сделаю явно. И я сделаю явно. Зачем, Боже? Offensichtlich. Warum, Herr? Давид падает на лицо свое. Давид лектик давид восклицает, тебе, тебе единому согрешил я. И он шриет во тебе, о Хер, во тебе я садил. И я хороцарм в твоих глазах он пишет это в Псалме. Он кричит к Богу громогласно. Он шриет ganz лаут к Богу. Он понял, когда он это понял, что все тайно станет явным, offenbar он сам это озвучил, чтобы оно не стало озвученным в последний день. И что удивительно, Nathan еще из города не ушел. И Бог говорит ему, вернись. И скажи ему, я тебе прощаю. Так просто? Да, так просто. Да, так просто. Но переступи себя. Но переступи себя. И исповедай это. Победи себя. Безиги себя. Обнародуй это. Да, ты это bekunden. Вопрос обнародовать. Не делай это принародно в собрании. Есть люди, которые могут от этого приткнуться и упасть. Но сделай это предпредстоятелем, который предстоит за тебя перед Господом. Он тебе это не простит. Он этого права не имеет. Но он твой предстоятел перед Господом. И он должен за тебя помолиться. и он будет за тебя бетен. А милущий Бог тебя простит. Это учение не католиков и не попов. Это учение Евангелия. Они ваши предстоятели пред Господь. И это спасло очень многих людей. дало очень многим людям свободу. Я встречал и другое исповедание. Я тоже видела. знаю. Я тоже Господь просто попустил одному человеку, он тяжко согрешал. Он всегда очень сильно сюндив и в его жизни поселились демоны. И когда стали говорить ему о исповедании и о покаянии, он этому противился. И тогда злой дух в озлоблении я бы сказал, сдал его. Он все грехи этого человека озвучил голосом этого человека. Но это не было покаяния. Это была ярость и озлобление. И последствия этого человека были очень тяжелые. Сделай это сам. Мах это lieber selber. По милости Божьей. И ты знаешь, что тебе это надо. И я об этом уверенно говорю только потому, что об этом говорит Дух Святой. И поэтому я хочу, чтобы ты был благословен. Чтобы ты стоял под полным благословением Божьим. И что бы то ни было. Чтобы ты уже был запечатлен. Что бы ты уже был запечатлен. А смерть и тот приобретение вечной жизни. И я хочу вместе с вами помолиться. И я хочу поблагодарить Господа. И я хочу поблагодарить Господа. Что он нас любит. Не за дела Закона. Не за дела Закона. А по своей великой Любви и Милости он избрал нас. Сondern он нас избрал. И теперь из любви к нему. И теперь из любви к нему. Мы должны проявить послушание. Нас обязаны. Полное послушание нашему Господу. Полное послушание нашему Господу. И да благословить нас в этом. И мое нас даряне. Во всем. В этих трех Сферах. In allи desses трех Сферах. Дух. Им Гество. И на Сила. И Тело. Будьте благословен. И плачет. Я призываю вас к молитве. Спасибо.